Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Продолжу тему о том, какие акции покупать. И сейчас я хочу дать идею о том, какие акции покупать для того, чтобы получить прибыль очень-очень быструю и достаточно значительную. Смотрите, заметные движения акций бывают на новостях, поэтому надо следить за новостями. Давайте прямо сейчас я покажу на примере американского рынка, какие заметные движения могут быть и как это можно использовать. Посмотрите, вот сейчас я открыл браузер Opera, у меня есть боковая вкладочка Telegram и вот здесь Market Tweets. Видим, да? И на Market Tweets я смотрю акции США, премаркет. Читаем. Заметные движения вверх. Посмотрите. EFRX плюс 35% за один день. Infra-RXNV after reporting positive results from the open label extension part of the shine study of EFX1 in hydrodentis suppurativa. Что это значит? Это значит, что на плюс 35% акций взлетели после того, как они объявили о положительных результатах исследования. Вот, какого-то медицинского, насколько я понимаю, препарата. Понимаете? Вот. Давайте посмотрим, что это за компания. Я беру вот так вот, набираю сюда, Ctrl-C делаю и перехожу вот сюда. Это терминал брокерский Quick. Ctrl-V. Давайте поищем эту компанию здесь. Мы ищем ее и не находим. То есть, через биржу SPB эта компания недосягаема, потому что, ну, она небольшая. Ничего страшного. Идем. Следующая компания. DXCM. Плюс 21%. DXCM Incorporated after the company posted a bit Q3 results and raised FE 2019 sales guidance. Что это такое? Значит, акции подпрыгнули на 21% после того, как компания опубликовала растущие, возросшие результаты в третьем квартале, и которые превысили, ну, guidance, что такое, линию, которая предполагала рост, ну, по сравнению с 2019 годом, короче говоря. Вот. Набираем то же самое. DXCM. Набираем Ctrl-C. Набираем сюда. Опля. Поиск. DXCM. Есть такая компания. DXCM Incorporated. Через SPB. Строим график. Вот же она. Есть. Посмотрите. Давайте посмотрим, есть ли... Вот она вот, 7 ноября. Резкий рост сразу после открытия. Когда после открытия? 0 часов по Москве. То есть, 6 числа, если бы мы взяли акции этой компании, то мы бы заработали 26%. Все подтверждается, понимаете? Следующая компания. Лексикон Pharmaceuticals following Q3 results плюс 16% по результатам отчета за третий квартал. Смотрим. Ctrl-V. Нету. Ничего страшного. Ищем следующую компанию. Ли Вонго Health Incorporated. The company reported better than expected Q3 EPS and sales results. The company also raised финансовый год 2019 guidance. Issued Q4 sales guidance above analyst estimates. Превысила оценки аналитиков и результаты прошлого года по отчетности, опять же, Q3. Ctrl-C. Ctrl-V. Нету этой компании. Не входит она в индекс S&P 500. Ничего страшного. Плюс 13%. I. National Vision Holdings following Q3 results. Ну, то же самое по отчетам за третий квартал. Смотрим. Вот они. National Vision Holdings. Вот она. На СПБ есть. Вот она. И вот он результат. Вот опять же, 6-го числа, вот если бы мы взяли, да, ну давайте не будем вот заморачиваться. Вот мы могли заработать совершенно спокойно. 19% за день. Ну вот здесь не 19%, а дают 13%. Почему? Потому что, ну вот очевидно, да, 13% где-то здесь. И, ну, можно, конечно, продолжать. Дальше, что я хочу сказать, что вот такая просто методика может быть заработка на акциях. Ну, в данном случае на американских акциях. То же самое можно смотреть по российским акциям. Новости. Откуда мы их берем? Вы видели, что я их брал в телеграм-канале Market Tweets. То есть я открыл брокерский счет. Я начинаю следить за акциями. Пока еще я не начал на новостях пробовать торговать. Но, блин, мне взрывает мозг все-таки. Посмотрите, 13% за день, 20% за день. Все это абсолютно реально. Каким образом надо делать? Я, к сожалению, не могу об этом рассказывать на своем канале. Потому что на канале, ну, после того, как я уже заработал, это уже отработавший результат. А перед тем, как заработал, ну, я просто не успеваю публиковать, если честно. Вот. А после того, как я это видео, ну, как бы опубликовал, на следующий день эта информация уже устаревает. То есть люди, которые начнут смотреть, но они уже не смогут эти деньги заработать. Потому что, ну, это слишком быстрая информация. Но посмотрите, что надо делать. Надо смотреть за информацией об отчетности и думать, что делать. Потому что, когда мы смотрим в том же Market Tweets, в предыдущий день было сообщение о предстоящих важных отчетах компании, которые, ну, они опубликуют свои данные. Сейчас идет сезон отчетности. Просто вот сейчас, ноябрь, да, конец года. И компании регулярно публикуют свои отчеты за третий квартал. Вот это Q3. Вот. И поэтому просто надо за этим следить. Сейчас, наверное, самое основное внимание надо уделять именно этому. Я сегодня вечером посмотрю, что Market Tweets скажет на завтра. И попытаюсь поставить соответствующие заявки. Что надо делать при этом? Смотрите, я ищу информацию и нахожу, что такая-то компания на завтра планирует публикацию отчетности квартальной. И что логично сделать? Логично ее прямо в воскресенье найти в терминале Quick. Благо, что терминал Quick у открытия брокер работает и в субботу, и в воскресенье. Можно спокойно сесть, поискать те компании, на которые надо обратить завтра внимание. Потом, значит, открыть эти графики, посмотреть. И поставить что? Поставить заявки. Take Profit и Stop Limit, например. Или Take Profit или Stop Limit. Ну, так сказать, если акция начнет расти, мы ее бамс и покупаем. Вот. А как эти заявочки выставить? Биржа для чайников. Все, кто прошел эту биржу для чайников, все знают, как выставлять в Quick заявочки Take Profit и Stop Limit. Это очень-очень просто. Также я рассказываю там о том, какие информационные ресурсы использовать. Ну, вот данный простой пример, понимаете, он позволяет заработать на акциях достаточно большие деньги. Да, не все компании дают хорошую отчетность, потому что там есть и нехорошая отчетность. Давайте я вам сейчас ее покажу. Смотрим. Это вверх. Плюс 10%. Therapy, MD, Elf, Beauty, Incorporated и так далее. Значит, смотрим. Это все вверх на 6%. Байду! Байду, крупнейший китайский поисковик. Это хорошая новость, на самом деле. Qualcomm, крупнейшая компания, но она точно есть на SPB, понимаете? Вот. Ну и теперь вниз. Точно так же. Точно так же можно и налететь. Посмотрите. Party. SIDB Hold Co. Incorporated. После того, как опубликовала результаты за третий квартал, свалилась на 39%. Не все так гладко бывает. О-Би-Эс-Ви. Не знаю, что такое. На 30% обвалились после того, как результаты второй фазы европейского подтверждения исследований по... No-La-Se-Ban. Не знаю, что такое. Ну, короче говоря, это по экстракорпоральному зачатию женщин. Значит, они там не одобрили им их методику, судя по всему, которую они предполагали делать это. Ну да. Вот. Не одобрили. Минус 28%. Fossil Group. По-моему, крупная компания. Arcadia Bio Sciences. Посмотрите. Здесь вот я читаю, опять же, да, у меня голова взрывается от того, что в основном это фармацевтические компании. То есть, да, вот Expedia, кстати, группа упала на 12%. Тоже надо понимать. Поэтому я буду ставить, например, на те компании, которые растут, просто стоп-заявку. Потому что, если растет, я ее попытаюсь купить. Может быть, она проскользнет. Ничего страшного не произойдет. А может и не проскользнет. Тогда я угадаю. Как сделать так, чтобы не проскальзывало, опять же, я рассказываю на своем курсе биржа для чайников. Поэтому, друзья мои, вот, для того, чтобы зарабатывать деньги большие, я еще об этом буду снимать, наверное, видео, когда мне будет сопутствовать удача в этом деле. Я буду об этом рассказывать. Ну, вот здесь же вот оно все есть. И здесь бывает всегда календарь на завтра. Календарь на завтра, короче говоря, здесь есть. И можно на завтрашний день просто делать вот такие заявочки и ставить, ставить, ставить стопы. Потому что сразу покупать те компании, которые на завтра публикуют отчетность, я бы не стал, потому что вы видите, что возможно и падение. Причем падение, ну вот в данном примере было более сильным, чем рост. Поэтому надо ставить стопы и надо их ставить грамотно, чтобы в случае падения мы ничего не потеряли. В случае роста мы хватаем. Да, мы не все схватываем сразу, что будет. Вот. Ну, во-первых. Во-вторых, можно почитать дополнительную информацию, которая есть в литературе, в интернете. Ну, Yahoo Finance, ну, это на английском языке все. Вот. На русском тоже самое. Есть такие же объявления о том, что на завтра состоится совет директоров, на котором будет принято решение о начислении дивидендов у такой-то компании. На завтра будет опубликована, значит, отчетность такой-то компании. Просто берем, открываем и смотрим эту компанию. И вот он вам ответ на вопрос, какие акции надо брать прямо сейчас. Ну, для совсем, для тех, кто не понял, можно сказать просто покупайте те акции, которые вырастут, и будет вам удача. А вот как покупать акции, которые вырастут, я вам только что сказал, просто один из простейших, как бы, вариантов. Смотрите на календарь событий на завтра, выбирайте важные события, ставьте стоп-заявочки. Если вы этого не умеете, запишитесь на курс биржи для чайников прямо сейчас. Ссылочку вы увидите вон там, и ссылочку вы увидите вон там. Все это вполне доступно, и вы сможете точно так же зарабатывать денежки достаточно большие. Но это спекуляции. То есть вы купили, тут же продали и все. Ну, а сейчас подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить те видео, где я буду рассказывать о том, как у меня это получилось, и обо всем многом другом интересам. Сейчас все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok